Ребят, всем привет, с вами Лёша Пчёлкин, и буквально вчера вышел второй трейлер на нашумевший фильм от наших, который называется «Защитники». Это фильм про супергероев, для тех, кто не знает, про российских супергероев, там, правда, не все они, так скажем, русские, грубо говоря, но фильм этот делают у нас. Это, наверное, первый супергеройский фильм от наших ребят, и, посмотрев первый трейлер, мне он понравился, да, мне он понравился, конечно же, наши, как всегда, критики, назову их так, хотя больше хочется назвать их диванные школьные аналитики, но да ладно, назовем их критики. Вот, этот фильм, точнее трейлер к этому фильму еще полностью, так скажем, опустили, можно так сказать. Вот, а, например, американской публике, выложив этот трейлер для Америки, американцы его похвалили. И вот вопрос, может быть, американцам стоит приехать в Россию, тем именно, которые хвалят наши фильмы, или хотя бы вот этот фильм «Защитники», а нашим ребятам, которым всем все не нравится в России, стоит уехать в Америку и пожить какое-то время там, чтобы они научились ценить и хотя бы находить какие-то минимальные плюсы, как это пытаюсь сделать я, например, в трейлере «Защитники». Сегодня я также попытаюсь это сделать, конечно же, если мне будет что-то резать глаза, я обязательно об этом скажу и упомяну. Так вот, возвращаясь к тому, что американская публика похвалила трейлер «Защитники» и сказала, что ну нифига себе, а в России, оказывается, еще умеют кино делать про супергероев. И мне кажется, что это показатель. Мне кажется, что в России умеют делать все, просто люди не умеют ценить в России ничего, все, что делают, к сожалению, и стараются найти всегда только минусы. И сегодня мы попробуем с вами найти не только минусы, как вы всегда это делаете, но и посмотрим, может быть, есть какие-то плюсы во втором трейлере к фильму «Защитники». Поехали смотреть. Конечно же, всегда, когда я начинаю записывать или снимать видео, мой сосед просыпается, у него, наверное, либо камера скрыта и установлена где-то у меня в квартире, либо он чувствует меня своими фибрами, свои дрели. Ну, на протяжении нескольких месяцев он всегда что-то сверлит, и я желаю, чтобы он себе просверлил. Смотрим трейлер. То, что вы сейчас увидите и услышите, может повергнуть вас в шок. Центр столицы уже серьезно пострадал. Нам помогут те, кого он создал. На данный момент, вот я сейчас смотрю фильм, да, и мне хочется, точнее, трейлер, и мне хочется смотреть дальше, и на данный момент я придраться ни к чему не могу. То есть там ни графики, либо там к чему-то еще, каких-то особых косяков на данный момент я не наблюдаю. И я должна собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея? Эти люди – наша единственная надежда. Конечно, собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея – это как-то такое себе, конечно. Ну, типа, или там можно было сделать, наверное, собрать сверхкоманду и остановить злодея подобного им, в плане там силы или что-то такого. Немного режет слух, ну, а так, в принципе, нормально. Прекрасно. Вот потом, вот после вот этого кадра, вот после вот этого кадра. Прекрасно. Вот именно после этого. Американцы говорят, а правда, что у вас там на медведях по дорогам ездят? Ну, по дорогам нет, но вот по торговым центрам могут. И меня немного напрягает, что в торговом центре пусто и нет людей. Может быть, это по фильму так и задумано, типа, произошла какая-то эвакуация, и людей нет, и у нас тут бежит медведь, а может быть и нет. Что из сверхспособности ты восстанавливаешь? Также я неплохо варю борщ. Ну, шутка про борщ, ну, такое себе, ну, конечно, может быть и смешно. Типа, она может исчезать и еще может круто варить борщ. Эээ, ну, ладно. Вот здесь все окей, был, можно так сказать, косячок. Также я неплохо варю борщ. Ну, типа, он бежит, я так понимаю, я так понимаю, он бежит по вот этой вот фигне, которую кидает вот этот вот чувак, но он до нее даже не дотрагивается. Если задумка была, что он бежит прям по ней, то не очень, потому что это слишком режет глаза, и видно, что он бежит по воздуху. Отчего, отчего мне так свежло от того, что ты едешь попереду? Ну, и понятно, и здесь, типа, заставочка. Оставим ее. Оставим ее, пусть она будет. Значит, на самом деле, в первом трейлере Защитников, там, где были вот эти вот чуваки, про которых рассказывали и показывали, кто чем обладает, да, ну, какие-то там маленькие мини-тизеры они делали, показывали способности вот этих вот разных героев. Хан, по-моему, вот этого чувака зовут, с двумя какими-то непонятными мечами, секирами, не знаю, как их назвать. Там было более понятно, что, типа, что и как. Ну, понятное дело, что надо посмотреть те трейлеры для того, чтобы понять, вообще, что это за чуваки и что они делают. Вставки на 100% наших музыкальных треков, которые переделали, так скажем, не то, что на современный лад, а просто попытались придать им современности. Ну, типа, это же наш фильм, да. Возможно, не очень будут заходить, потому что все-таки они ассоциируются у меня со старыми фильмами и вставлять их вот в такой вот новый фильм для нас, фильм, так скажем, про суперлюдели, как называют их наши сверхлюди, не совсем уместно. Мне кажется, можно было написать какие-то крутые саундтреки, а мы можем это делать, у нас есть крутые группы, которые могут это делать, и мы можем задать, так скажем, неплохую, неплохую планку в плане музыки и саундтреков. Ну, это вот лично на данный момент, лично из этого вот второго трейлера, который я посмотрел. Если честно, я не понимаю наличие хейта, 22 тысячи дизлайков и 25 тысяч лайков, по-моему, сейчас на втором трейлере. Что не так? Что не так? Вот единственный момент, который был, да, там, по графике, ну, может, с медведем было, да, понятно, что он там где-то нарисован, было не очень, да, видно, что... Точнее, видно через штюр, что медведь нарисован. Вот эти моменты, да, окей, возможно. Что это за лысый мужик, пока непонятно, но, скорее всего, это какой-то злодей. Но если это злодей, как-то он не очень на злодея тянет, просто какая-то перекачанная дура с какими-то трубками. Вот, ну, посмотрим, может быть, это один из, там, приближенных злодей или еще что-то такое. Как я уже сказал, где хан бежал по вот этой вот электрической фигне, которую выкидывает вот этот бородатый мужик, было видно, что тоже графика тут хромает в этом плане. А в остальном мне понравилось. В остальном я не вижу никаких-то больших косяков, каких-либо больших промашек или то за то, что здесь можно вдолбить дизлайк. Вы поймите, пожалуйста, что Россия никогда не снимала кино про супергероев. Абсолютно никогда. Это наш первый опыт. И говорить, что, типа, у нас ничего не получится на начальной стадии, даже не посмотрев фильм, никак не поддерживать разработчиков, то мне кажется, это немного с вашей стороны по-скотски. Вам же не предлагают, не заставляют идти на этот фильм. Вам же не заставляют, вам же не втюхивают его со всех сторон. У вас есть право смотреть его или не смотреть. Да, ваше право поставить дизлайк или поставить лайк. Но давайте делать это максимально адекватно. Давайте делать это с максимальной критикой, как я делаю это сейчас. Не надо просто так ставить дизлайк за то, что это наше русское кино. Мне понравился этот второй трейлер. И пусть мой ролик этот закидают дизлайками. Но давайте тогда пишите в комментариях, может что-то я не увидел. Может вы напишите, и я увижу это. Давайте тогда, если кидаете и мне дизлайк, то пишите, почему, что вам именно не понравилось в этом трейлере. Я еще расскажу. На данный момент трейлер мне нравится, наверное, баллов на 7. Недочеты я уже сказал. Я буду ждать фильм. Обзор, скорее всего, будет. Потому что я не пропущу супергеройское кино из России. И кто бы мне там что ни говорил, продался я или не продался. На это мнение мне, если честно, все равно. На фильм я обзор сделаю по-любому. Таким был трейлер номер 2 нашего фильма «Защитники», который выйдет 23 февраля. Посмотрим, что из этого получится. По трейлерам, опять же, тяжело судить. Но я делаю это максимально, как я считаю, объективно. И хотел бы еще сказать, подводя итог этого ролика, что в течение трех дней, получается, сегодня, завтра и послезавтра на моем канале Леша Пчелкин выйдет еще два трейлера. То есть всего будет три трейлера. Сегодня «Защитники». Завтра я, скорее всего, сделаю первый взгляд на трейлер «Спасатели Малибу». А послезавтра сделаю первый взгляд на трейлер «Тачки 3» мультфильма. Все очень ждут этих, так скажем, трейлеров именно от меня. Оценить их просили. Поэтому я это и сделаю. На данный момент, на сегодня все. Как повторюсь еще раз, мне понравился второй трейлер фильма «Защитники». Всем все самого-самого наилучшего. Пишите в комментариях свое мнение по этому трейлеру. И, пожалуйста, максимально объективно. Оценки типа «Дерьмо» и «Наши снимать не умеют», автоматически будут баниться. И никакого внимания и, так скажем, критики с нашей стороны адекватной поддаваться не будут. Так что давайте максимально, так скажем, объективно, адекватно оценим этот трейлер внизу в комментариях под этим роликом. Ставьте лайки, если хотите, ставьте дизлайки. А всем всего самого-самого наилучшего. С вами был Леша Пчелкин. Увидимся с вами завтра на этом же канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok